Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости. Я вас сейчас буду склонять на темную сторону. Мы видим операционные системы iOS, Android, Harmony, будь она неладна и так далее. И мы привыкли к операционным системам широкого назначения. У нас вопрос, а почему действительно не пооружен сейчас нет в B2C секторе? Я буду рассказывать как раз о применении в ограниченных сценариях Авроры. И в моем понимании в этом на текущий момент есть потенциал максимальной Авроры, потому что ребятам нужно огромное количество замыслов своих и вариаций обкатать не на широкой публике, для того чтобы мышки плакали кололись, но продолжали жрать кактус. Вот этого же мы не хотим. То есть нужны первые пользователи, которые будут страдать. Это, в принципе, главный вопрос при разработке любого продукта. Кто будет первым страдать? Ну, собственно, продукты, функции, версии, неважно. Итак, команда, которую я сейчас представляю. Да, собственно, мы пытаемся следовать нашим правилам. Мы пытаемся создавать именно не просто решение, а мы стараемся это делать в соответствии со стандартами, с правилами хорошего тона и прочим. Это очень важно. И за это спасибо большое Авроре за то, что они поддерживают канонически достаточно путь, привычный нам к разработке. Давайте в первую очередь определимся с термином. Что же такое встраиваемая система? Операционная система общего назначения. Первое ее свойство, она поддерживает несколько пользователей, поддерживает множество пользователей. То есть мы говорим о том, что в операционной системе есть абстракция уровня пользователя. Имеется в виду не уровень прав для запуска, а именно пользователь, какое-то пользовательское пространство, это документы, ключи и тому прочее. Операционная система общего назначения поддерживает загрузку множества приложений. То есть мы можем, ну, соответственно, то, что есть в системе, то, что мы добавили, многооконность, то, о чем как раз говорил Роман, что в современных офисах Аврора испытывает некоторые новые вызовы при проектировании пользовательского интерфейса и того, как пользователи работают с приложениями. Далее операционная система общего назначения поддерживает широкий спектр оборудования. То есть это одна из задач, критичных для развития операционной системы общего назначения, как раз поддержка большого спектра оборудования. И мало того, что система это поддерживает, система еще всячески стремится к тому, чтобы поддержку этого оборудования могли добавить пользователи. Ну, с точки зрения системы операционной, даже разработчики все равно являются ее пользователями в первую очередь. И цикл обновления этой системы привязан к пожеланию пользователя. То есть мы зашли к себе, там, в телефончик нажали обновить, зашли к себе, не знаю, в настройки macOS, Windows, неважно, обновили что-то, добавили какие-то компоненты, настроили, тому прочее. Ну и в худшем случае мы получим там синий экран, не знаю, данные у нас какие-нибудь полетят при миграции профиля в десятку винды и так далее. Но неважно, это все равно не является критичным с точки зрения работоспособности системы как таковой. Даже потеря пользовательского пространства, как бы это странно ни звучало. А, да, извините, собственно, по этим критериям, как ни странно, UFI и UBoot, подобные загрузчики, являются операционные системы общего назначения. То, о чем говорил Роман, как раз о том, что я не очень уверен, какой загрузчик в Авроре, скорее всего, это UBoot, подобный загрузчик, но основан. Но так или иначе он поддерживает сразу же запуск двух программ. Одна это операционная система Аврора Ти, вторая операционная система уже Аврора, которой мы пользуемся. Ну, вы скоро начнете пользоваться, я надеюсь. То есть даже уже на таком низком уровне у нас есть операционная система общего назначения. Там UFI, BIOS, UBoot, неважно. Чем отличается встраиваемая операционная система? Во-первых, у нее нет абстракции уровня пользователя, пользовательского пространства и так далее, если говорить о совсем каноничных встраиваемых системах. Во-вторых, встраиваемая операционная система предназначена для выполнения одной программы, ну или по крайней мере одного набора программ, и он конечен. К примеру, у ребят из Axiom GTK есть своя встраиваемая операционная система, которая при запуске поднимает Java-машину, и все. С точки зрения операционной системы поднимается одна программа, больше ничего не происходит. Если брать Qt for Device Creation, там есть, собственно, сборки под разное железо, которые запускаются, также поднимают среду исполнения Qt, даже выбор приложения на QML, но все равно с точки зрения операционной системы это одна программа. Ну, или ограниченный набор сопрограмм. И встраиваемая операционная система, поскольку она выполняет существенно меньший спектр задач, у нее ограниченный круг устройств. То есть встраиваемая операционная система делается под конкретные нужды, под конкретный набор оборудования, и задачи по расширению этого парка перед ней не стоят. Очень похоже на первые релизы Chrome OS. Пользователи вообще ничем не управляют. То есть Chrome OS в самых первых своих вариациях была встраиваемой операционной системой. Она запускала рантайм, поддерживала там три ноутбука, и потом ребята уже из нее делали там общую систему. В направлении встраиваемых операционных систем. Давайте рассмотрим, что нам предлагает экосистема, вся Аврора. Во-первых, Аврора-центр. Про него уже немножко рассказывали. Он позволяет управлять аппаратными функциями устройства. То есть можно заблокировать, к примеру, работу каких-то компонентов самого аппарата, программных модулей и прочее. Я не знаю, при пересечении метки физической, при выходе из зоны покрытия сети предприятий и так далее. То есть внутри контура, например, у меня есть аппарат, который имеет доступ ко всему, там внутренние программы и прочее. Я вышел с предприятия, все, это звонил, когда отлично работает. Не знаю, там телеграмму не оставили. Спасибо админам. К примеру. Собственно, одна из следующих функций – это управление приложениями и обновлениями как раз. Тут мы говорим о том, что цикл обновления приложений и установки их, с одной стороны, достаточно свободен и гибок, то есть мы можем позволить пользователю сделать это самостоятельно. С другой стороны, у нас имеется возможность с одной стороны ограничить набор приложений и цикл и версия, с другой стороны, принудительно какие-то приложения поставить и управлять этим обновлением, что на парке с большим количеством устройств, конечно, критично. Если мы зайдем в любой маркет, у этого, собственно, Apple, Android, Rustor и так далее, мы видим, что там есть сразу же сегментация, что у этих пользователей, например, такая-то версия, у этих такая-то. Соответственно, мы выпустили критичное обновление, не знаю, в ночь с пятницы на понедельник, собственно, наши админы выпускали это обновление, запустили новую версию сервера и так далее. Все, у нас старая версия не работает. В Авроре мы можем сделать, ну, собственно, конечно, возможно, меня коллеги из Авроры немножко поправят, я все-таки еще не очень уверенный пользователь Авроры Маркета, мы его сейчас только разворачиваем у себя, ну, публично разворачиваем, собственно, но предположительно, в Авроре можно сделать принудительное обновление, соответственно, на текущий момент из того, что мы видели, и заставить пользователей обновиться до той версии, которая нам нужна для того, чтобы в понедельник они вышли на работу, и у них не поломалась там, собственно, система работы с задачами, мессенджеры, и если говорить о встраиваемых системах, то у них поломалась система управления оборудованием, например, скуд-система и тому подобное. Ну, все же помнят, да, компания Facebook, стильные, модные, молодежные, у них ломается DNS, как сотрудники не могут войти в офис. Все, хана. Вот в таком случае можно выкатить принудительное обновление в системе, в том числе. Следующая сервис уведомлений внутри контура, собственно, то, о чем говорил Роман, как раз у нас все находится внутри контура, никакие наши данные не уходят за его пределы, если мы того не хотим. Мы можем хотеть, чтобы они уходили за пределы, но так или иначе, то есть даже сервис уведомления содержится внутри контура, и все уведомления летают внутри контура. То есть у нас есть система, которая эти уведомления отправляет, какой-либо внешний сервис, неважно, есть Aurora Center, который координирует их распределение, ну и, соответственно, пользовательские устройства. И это может быть все замкнуто внутри. Ну и следующая функция – это инвентаризация и блокировка именно устройств. И если говорить о компаниях с большим парком устройств, как раз вопрос инвентаризации очень важен, потому что у кого-то есть какие-то там неучтенные железки, которые админы случайно когда-то выдали и так далее. Огромное количество сценариев, но как только количество устройств компании переваливает за сотни, а в крупных компаниях оно обычно переваливает за тысячи, вопрос инвентаризации очень важен. Ну и вопрос блокировки, да, когда у нас там какое-нибудь устройство куда-нибудь ушло. Собственно, тоже интересно. Пример, собственно, Aurora Center управления. Притом Aurora Center позволяет нам управлять операционными аппаратами, использующими Aurora, Android, Linux-системы. Пока это, собственно, наши сборки Linux типа Alta, Astra и прочее. И внедряется поддержка Windows-систем. В первую очередь внедрение других систем в Aurora Center связано с тем, чтобы компании могли перейти, чтобы упростить этот процесс. Потому что у нас сначала появляется единая точка координации. Это вот, собственно, Алексей, который убежал, как раз обсуждал, рассказывал об этом в одном из своих выступлений по поводу того, что сначала у нас должен появиться вот как раз магазин приложений. Спасибо, Рустору. Мы к нему привыкнем, и дальше уже среда исполнения у нас, это Android или Aurora, для нас станет чуть менее важно. Ну, это, собственно, то, почему и выехал, почему появилась Chrome OS. Почему она выехала, получила успешность, потому что, когда у нас рантайм сводится к браузеру, нам действительно не важно, где это исполняется, какое это устройство. И вот для того, чтобы упростить миграцию, компания ОМП принесла нам все эти возможности, за что им большое спасибо. Итак, я уже говорил, и Роман говорил еще раз, повторюсь, у нас все находится в закрытом, ну, все находится в том контуре, который мы определяем. Закрытый он на открытый. Это уже решать нам, собственно, резервные копии наших устройств, конфигурации устройств, приложения, буш-уведомления. Следующий момент очень трогательный для тех, кто занимается встраиваемыми системами. Список сертификатов, которые получила компания ОМП, там три сертификата соответствия в стек, два сертификата соответствия в ФСБ, и, если я не ошибаюсь, семь или девять записей в реестр отечественного ПО. Когда мы приходим на новый объект, в новую инфраструктуру, в новую компанию, мы можем просто принести список этих сертификатов и сказать, у вас стоит операционная система Авроры, не надо обращаться к компании-поставщику, собственно, какая у вас там сборка, давайте подготовьте, пожалуйста, сертификаты и так далее. Обычно при внедрении, особенно в объекты, которые имеют повышенный, собственно, уровень доступа, в частности, это объекты КИ, особенно при внедрении в них встают такие вопросы, и команде, которая занимается разработкой программного обеспечения, не надо этим заниматься. Я уверен. Давайте поаплодируем те, кто знает, что такое Кьют и разрабатывает с использованием его. И это хорошо. Что такое Кьют как экосистема для разработчиков? 28 лет опыта, огромное количество участия в стандартизации языка C++, потому что Кьют, естественно, очень сильно влияет на это. За Кьютом армия разработчиков, в том числе, там, КДЕ-разработчики и так далее, уже появились другие окружения рабочего стола, тоже, там, LX-Кьют и так далее. Армия разработчиков, это весь автомотив-сегмент, потому что ВАК, Мерседес, Тесла ездят, все их медиасистемы используют Кьют для разработки. Это огромное количество разработчиков, огромное влияние уже на язык. Дальше Кьют нам предоставляет достаточно полный набор протоколов для работы с железом. Это, там, KNX, например, всякие КАН, для работы с КАН-шиной и так далее. Опять-таки, то, что в промышленном сегменте является стандартом, у нас это есть из коробки, это очень помогает нам ускорять нашу разработку. Интересно, кстати, что, несмотря на то, что Кьют для промышленного применения в большинстве случаев лицензируется, там есть условия бесплатного его использования, но они влекут за собой распространение кода и так далее. Отдельный вопрос о том, собственно, почему, в связи с этими сложностями, Аврора до сих пор использует ветку 5.6, в том числе, собственно, в современных ветках для коммерческого использования, где нужно публиковать код и так далее. Это я говорю о том, что себестоимость разработки, определение стека, с которым будет разрабатываться приложение, оно зависит от скорости разработки, от стоимости лицензий, складываясь в себе стоимость лицензий, стоимости времени, фактически затраченного на разработку, и, что тоже очень важно, наличие на рынке специалистов, которые могут включиться в процесс разработки без дополнительного многомесячного обучения. Поэтому мы говорим о том, что набор протоколов, который есть в Qt, позволяет нам существенно снижать время, затрачиваемое на разработку, потому что очень многое уже там есть, есть поддержка, есть большое количество форумов, ну, собственно, 28 лет существования. Набор инструментов для реализации разнообразных задач. Тут мы говорим о том, что Qt поддерживает bare-metal системы, то есть это запуск безоперационной системы как таковой. Ну, то есть это как раз можно сказать, что рантайм Qt, который запускается, например, на STM32, является некоторой вариацией на встраиваемую систему, потому что это все-таки рантайм, который не очень зависит от программы сначала в базе. Дальше, соответственно, поддерживается QNX, это как раз автомобильная система, вплоть до WebGL, там HTTP-сервера, в Automotive лицензии, это система дистрибуции, которая есть в Qt тоже в зависимости от уровня лицензии, но так или иначе полный набор инструментов там есть, и это тоже позволяет существенно снизить время, которое мы затрачиваем. В том числе там есть система публикации, вот то, о чем мы слышали в предыдущем закладе, именно Qt приложений без привязки и прочее. Все это у нас в его составе есть. Собственно, плюсы любим, ценим, скорбить не собираемся, будем поддерживать, развивать. Вот тут большое количество достаточных коллег, докладчиков, с которыми мы регулярно общаемся и обсуждаем как раз некоторое удобство и эстетические прелести от разработки на языке C++. Ну и, что интересно, в 2018 году в России была единственная конференция, проведенная офисом Qt в России. Собственно, офис сам просуществовал, по-моему, около двух лет, наверное, или трех. Но так или иначе они настаивали на произношении Qt именно за счет того, что это ассоциируется со словом «милый». Вторая прелесть Авроры с нашей точки зрения. Я, наверное, могу сказать, что в следующем релизе Авроры в пятерке не будет рута. Мне тут бы сказали. Но так или иначе, это Linux-система, поэтому помимо использования средств разработки, которые предлагает нам непосредственно ОМП, мы можем собрать практически любой пакет. Собрать его, завернуть его, расположить в том же Аврора-маркете, соответственно, использовать его. Как мы знаем, у пунктурс пакетов гораздо больше, чем 2000, которые сейчас уже собраны. Десятки и сотни тысяч пакетов, с помощью которых мы тоже можем облегчить себе переход на новую операционную систему. То есть мы будем использовать пакеты, к которым мы привыкли. Всех наших администраторов научат это перепаковывать, Даниил, и сразу же после этого мы сможем перейти без потери родного пространства. Собственно, собираем, устанавливаем родной инструментарий. Это вопрос про рута, потому что для рута нужна периферия. На текущий момент был эксперимент уже у почтобанка, действующий, активный. Им удалось перевести рабочие места на Аврору. У них, правда, используется периферия, в том числе фискальные регистраторы через Bluetooth-канал. Но так или иначе, в разъем мы можем воткнуть уже устройство и работать с ним через сериал интерфейсы. Очень надеюсь, что мы соберем поддержку для Ардуино. Модули для ядра нам поможет собрать команду ОМП. Собственно, даже не собрать, а подписать, потому что модули собрать — это не проблема, а вот их загрузить нам по умолчанию запрещено. Собственно, я говорю, что мы можем воткнуть любую периферию, работать с ней, как с привычным сериал-устройством. Во многих других мобильных операционных системах такой прелести у нас нет. То есть у нас есть некоторые уровни абстракции, в которые завернутое устройство. Мы можем работать с хит-устройствами, с еще чем-то. Но вот, например, напрямую сериал-устройствами на многих системах мы работать не можем. Собственно, по поводу точек расширения, несмотря на то, что сейчас есть рантаймы для Qt, для Flutter, на подходе рантайм для Kotlin Multiplatform, но, исходя из того, что у нас закрытый контур, и есть в базе, собственно, Linux-система, знакомая нам, мы можем собрать туда любой рантайм с любым уровнем кастелизации и запустить, перенести туда любое из приложений, практически, которое мы использовали в других системах. Все-таки в большинстве своем, если говорить, не знаю, про то же, вот тут на .NET мы обсуждали C-Sharp в контексте Aurora в .NET-платформе. Большинство разработчиков не знают, что там внутри за операционной системой, им плевать. Поэтому, если мы собираем рантайм, то мы автоматически имеем возможность транслирования большого количества дополнительного программного обеспечения. Причем через Aurora Market также этот рантайм можно таскать с собой. Следующий вопрос как раз про адаптацию, то, о чем мы говорили, что для того, чтобы кроссплатформенное решение работало на платформе, нам нужно его туда адаптировать. Сейчас команда ОМП очень загружена, как раз там далеко не один, а то и не один десяток поставщиков оборудования занимается, стоит в очереди, ожидая как раз инженеров, которые будут этим заниматься. Сейчас есть некоторые проекты, которые позволят, собственно, большему кругу, большему количеству инженеров в этом участвовать под эгидой компании ОМП. Но так или иначе, компания хочет эти обязательства из себя сложить, потому что количество устройств, особенно если мы говорим о встраиваемых системах, количество устройств большое, у каждого там своя плата какая-то, со своим чипом, своей периферией, памятью и прочим. И разработчики Aurora очень хотят, чтобы мы могли этим заниматься сами. Работа над этим инструментарием идет. Я надеюсь, что уже не позже, чем на следующем депфесте, мы услышим о том, что он готов. Надежда, надежда, мы же все эти разработчики, мы же живем в сферическом бакууме, как кони, о том, что нам придут и принесут благо какое-то. Соответственно, но это требует компетенции со стороны производителя, потому что, кстати, если говорить о hardware adaptation kit для Sailfish, он основан на андроиде, и Sailfish в этом плане является чуть менее самостоятельной системой, потому что для портирования на другие аппараты, если говорить про мобильные, конкретно, телефоны, то тебе нужен сначала андроид, который там загружает со своей загрузки, и она просто заменит андроид. Здесь же мы говорим о том, что свой доверенный загрузчик, проще, и это все нужно собирать. Для этого, ну, даже если почитать, например, инструкцию по портированию новых операционных систем для Raspberry Pi, куда уж более открытое оборудование, казалось бы, все равно там достаточно подробная инструкция, которая предусматривает получение файлов, и, кстати, некоторые прошивки у Raspberry тоже закрытые, если нельзя получить, ну, некоторые компоненты прошивки, и, соответственно, если вам нужна там поддержка чего-то очень странного в своей сборке, не факт, что у вас получится. Даже у Raspberry, хотя вроде бы, казалось бы, это самая открытая на текущий момент аппаратная платформа в шарике, в нашем шарике. Вот, соответственно, поэтому от производителя устройств требуется помощь в этом процессе, там, получение некоторых файлов, исходных кодов прошивок, загрузчик и прочее для того, чтобы Аврора могла встать туда. Вот мы сейчас общаемся с компанией ОМП как раз и надеемся, что мы сможем помочь каким-либо образом в качестве первопроходцев в создании публичного инструментария для портирования операционной системы Аврора на другие аппаратные платформы. Может быть, кто-нибудь даже знает? Может быть, кто-нибудь видел? Ну, форм-фактор Raspberry, понятно, он является стандартом, собственно, чего бы нет. Это проект RepKPI. Сейчас у них вышла уже третья версия. Четвертая версия выйдет к концу года. И вот прямо сейчас мы, ну, собственно, ребята в основном, мы только так немножко сбоку помогаем, запускают уже в опытное производство, пятую версию, для того, чтобы получить первые образцы и сделать. Здесь в максимальной комплектации 3 гигабайта оперативной памяти и четырехъядерный процессор ARM Cortex-V7, соответственно, 7-м поколения ARM, около 1,2 ГГц, что для встраиваемых операционных систем, и тем более для цели образования, более чем достаточно. Собственно, полностью, большое количество обзоров вы можете найти, в том числе вот ребят из ProHightech канал, они очень основательно подошли к вопросу, съездили на завод, посмотрели, как оно производится, пообщались, обсудили схемотехнику. Схемотехника полностью разрабатывается у нас, мы в этом плане независимы. Прошивка полностью разрабатывается у нас, кстати, файлы для портирования других систем производитель выкладывает, предоставляет, и к диалогу очень открытые производители. Сборка и корпусирование тоже здесь, то есть напоение каких-то компонентов и так далее. Понятно, что особо сложные компоненты вроде центрального процессора приезжают из-за границы, пока еще, к сожалению, здесь работы не сильно меньше, чем при разработке новой версии Авроры. Вот мы уже направили запросы, тоже с компанией ОМП обсуждаем, каким образом нам бы сделать это устройство, доступное для того, чтобы на нем запустить Аврору, посмотреть в образовательных целях, в целях использования, промышленной эксплуатации какой-то и так далее. Ну, собственно, нет смысла тащить такой вот компьютер. Даже компьютер, который представил Данилу, для некоторых целей промышленной эксплуатации большеват, в том числе, потому что здесь, кстати, спасибо большое ребятам, они выложили тоже все схемы устройства, мы уже там напечатали несколько корпусов, счастлива для разных форм-факторов, для инкрустации, репки, так сказать, в промышленную систему. Собственно, в общем, я надеюсь, что Аврора здесь будет. Ну и, как я говорился раньше, мощности для целей IOT вполне себе хватает. Мы сейчас в том числе разрабатываем устройство, которое даже запускает нейронные сети, и работает с Full HD видео потоком в 30 кадров в секунду. В тройке со скрипом, но хватает мощности, в четверке будет, в пятерке, надеемся, ну, собственно, в четверке тоже еще может быть, появится нейронный процессор отдельный, так или иначе. В общем, для встраиваемой системы этого абсолютно хватает, при том, что там Raspberry Pi, не знаю, 25 тысяч, наверное, сейчас четверка, без гарантии, не знаешь, где купить, а это можно заказать у нас, купить, приедет там через 2-3 дня. Вот гарантия здесь, все нормально, поэтому в будущем мы будем использовать, по крайней мере, для встраиваемых систем, мы будем использовать скорее вот этот микрокомпьютер, раньше мы использовали Raspberry. Команде ОМП огромное спасибо за то, что предоставляет нам окружение, в котором мы можем заняться разработкой, именно потому, что нам не нужно думать о большом количестве процессов и факторов, которые влияют на внедрение операционной системы, внедрение инфраструктуры, мы можем принести и сказать, уважаемый заказчик, вот у вас парк, вот вам операционная система со всеми сертификатами, вот вам средства администрирования, вот вам набор инструментов для переезда, и мы счастливо пойдем заниматься тем, что мы любим писать код. Попутно еще, конечно же, придем на все конференции, на которые можем, на все автопатии и так далее, но это уже скорее сопутствующая история. Как мы можем сказать спасибо? Спасибо. Значит, от чего зависит, от чего зависит, в принципе, развитие Аброры, ну и любой операционной системы? Во-первых, это быстрая адаптация для различных сценариев использования, для различных устройств и так далее. Собственно, мы можем помочь, разве что, когда инструментарий этот станет публично доступным, мы можем позволить тестированием, конечно же, ну и собственно, как тестирование любого другого. Дальше много, большое количество библиотек. Опять-таки, open-source сообщества, мы можем собирать и в библиотеке, мы можем выкладывать их в рамках бета-программы. Кстати, для того, чтобы участвовать в бета-программе и публиковать свои приложения в бета-маркете, вам не нужно даже обладать устройством. То есть вы можете взять эмулятор, запустить там свою программу, соответственно, и после этого уже выложить приложение, предложив тем, у кого есть Аврора, тем, у кого есть устройство, его протестировать, посмотреть и прочее. Мы можем растить сообщество. Это ключевой компонент. Если вы посмотрите на то, как выбирают языки и технологии, в первую очередь смотрят на количество звездочек на GitHub, на количество вопросов на стейк-оверфлоу и так далее, это все вопросы сообщества. И для того, чтобы Аврору выбирали, сообщество должно иметь тенденции к росту регулярному. Разработка стандартов – это, конечно, то, чем будет заниматься в первую очередь команда ОМП, но для того, чтобы разрабатывать стандарты, нужно сначала применение. То же самое это вырастает из сообщества, из сценариев, которые мы принесли, потому что разработчик тоже в своем мире некотором существует. Вопросы, которые стоят перед ними, вопросы, которые стоят перед пользователями, это, честно говоря, чаще всего кардинально разные вопросы. Спасибо команде, что она слышит, ездит на конференции, общается. Так или иначе, мы можем помочь, принося свои сценарии, которые потом выльтся, вот как Роман сказал, например, в «пятерке» сделано большое количество работы для того, чтобы мы могли принести какие-то мессенджеры, систему видеосвязи, трансляции и прочего. То, что необходимо в корпоративном сегменте сейчас. Появился стандарт. То есть появился запрос, появились решения, появился стандарт. И поддержка производителя, это то, чем сейчас активно занимается команда. Вы все можете написать, потестировать поддержку. Причем поддержку производителя, разработчику вы можете написать в support-собак ОМП. Есть отдельный канал dev-support-собак ОМП. Для того, чтобы написать вопросы более технического характера. Так или иначе, эти вопросы собираются, агрегируется, то, о чем я говорил. Запрос, решение, стандарт. И, возможно, ваши конкретные запросы и предложения будут учтены, ну, может, не в пятерке, но, например, в шестерке. Ну, или в следующих версиях, если это не ломает. Теперь немножко про наш конкретный план. Мы просто очень любим Qt, чертовски любим Qt плюсы и встраиваемые системы, поэтому, когда в прошлом году Qt сказал, мы не позволяем скачивать, вот, мы небольшой сайтик слабали, сделали проксю, которая открыта, вы можете ее все использовать для того, чтобы качать Qt. Это единственное, собственно, что эта проксия позволяет делать, качать Qt в неограниченных количествах. Это пожалуйста. Мы просто решили, что если это нужно нам, то почему бы это не помочь с этим другим. Ну, и с этого момента родилась вообще какая-либо деятельность в направлении. 24 августа мы передали Институту системного программирования RAN кодовую базу Qt 5.6. У нас есть три уровня репозиториев, которые мы готовим. Первый уровень – это исходный Qt, второй уровень – это патчи, и третий уровень – это уже код пропатченный тем, что мы наложили. Мы получили результат исследования. Я задал вопрос, Роман, прошу прощения, я помню, что я обещал. Мне не удается из свейса выгрузить это нормально. К сожалению, нюанс, но так или иначе. Была рассылка на Linux Testing, соответственно, все заинтересованные могут наблюдать тоже за этой рассылкой. Свейс – это статический анализатор кода, который позволяет анализировать как качество кода самого, так и у него есть еще подсистема, которая в рамках сборочного процесса может тоже проанализировать ваше программное решение на предмет уязвимости, ошибок потенциальных и тому прочего. 10 сентября мы получили, собственно, репку. собрали на текущий момент под нее три или четыре системы Linux подобных просто для проверки. Вот направили запрос, надеемся, что к 16-му… Ну, надеемся, к 16-му. У нас agile, поэтому сроки могут двигаться и так далее, не является публичной офертой. Вот вся эта история. Что? И так тоже. Вот. Ну, поскольку мы сообщество, у нас все-таки чуть побольше свободы, но так или иначе мы ориентируемся, что за следующую неделю мы сможем агрегировать тот опыт, который у нас есть, и передать уже специалистам открытой мобильной платформы, и, возможно, они на этом что-то даже нам ответят и предложат какие-то дополнительные работы провести в целях исследования. Я слышу смех Романа. Отлично. А вот это уже публичная оферта, да? Собственно, мы 25-го числа запустили «Аврора-центр» на своих мощностях. Ну, то есть мы его смогли запустить. И вот теперь мы перечитали заново всю документацию и пытаемся его запустить правильно, уже не костыляя по дороге, там скрипты какие-то административные и так далее. Вот. Эта работа сейчас ведется. В ближайшее время выложим, собственно, на сайте сообщества информацию о том, как к нему подключиться. Ну и, соответственно, к концу ноября мы надеемся, что мы закончим как раз всю инфраструктуру для применения патча. Это очень большие мощности объективно, потому что только исходный код там, наверное, может быть, 3-4 гигабайта для сборки на одну только ветку QTA, ну, собственно, на одну версию QTA. Это все нужно собирать, накладывать патчи, собирать еще раз. Вот эта многоступенчатая система зато отнимает много времени администраторов, но всячески стараемся. Собственно, вот здесь презентация будет выложена, эти все ссылки станут доступными. Мы сделали небольшую подборку об использовании QTA для автоматизации. Дальше для примера ссылка на hardware adaptation kit сейлфиша, то, о чем как раз я говорил, о самобытности вообще системы и так далее. И ссылка на Swayze. Спасибо большое Институту системного программирования, что они нам позволяют использовать этот инструмент. Да, ядь на второй строке специально. Собственно, присоединяйтесь, пишите, вот, сообщество, можете просто зайти на сайт, взять проксию и качать QTA, не возбраняется, мы как бы для людей, никого в свою веру не обращаем. Ну, как сказать, не обращаем. Не обращаем. Да, спасибо большое. Не слышно. А так, слышно, слышно, да. Там просто было C++, разработка, когда раз будет. Есть большое количество девиаций, причем я использую девиацию в качестве медицинского термина, да, скорее, то есть отклоняю медицинского и социологического в качестве отклонения, да. Есть большое количество девиаций от C++, RAST является наиболее развитым на текущий момент, при этом есть всякие нимы и так далее, другие языки, основанные на C++. Более того, скажу, Google сейчас пишет даже свой язык, который по большому счету представляет своего большого количества синтаксического сахара, который им нужен просто, чтобы поддерживать кодовую базу хромиума на плюсах. Исходя из предыдущего слайда, Аминь, за работой. Нет, не хочешь? Ладно. Судя по всему, не в этом году, да? В общем, исходя из предыдущего слайда, нужен RAST – соберите. На текущий момент запроса большого… О, ура! Большого запроса я не очень вижу, может быть, коллеги знают о нем больше. Вот. RAST сам конкретно не трогал. Интереса не было, но… Давай я на Расте. Ну, так, алло, алло. Как представитель ОМП. В принципе, вы можете RAST сейчас собрать себе в контейнер. То есть вам не возбраняется это делать. В системе у нас RAST есть, потому что у нас с помощью RAST собирается движок GECO для браузера. В ПРАЖЕНИЕ В городе подойдёт. Стовой унион. Но будет, в системеken деле… руководство вас охраняется.